Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре продолжается форум Общественной палаты России «Сообщество». Федеральные эксперты приняли участие в расширенном заседании Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. В Самарской области самозанятым помогут разработать упаковку для продукции. Новую меру поддержки запустил региональный центр «Мой бизнес». Самарцы смогли побывать на дне открытых дверей поискового отряда «Лиза-Алерт» в АДО. В течение дня участники добровольческой организации рассказывали о своей деятельности и приглашали жителей города присоединиться к движению. Игры, мастер-классы, танцы и концерты детских творческих коллективов. В Самарском дворце ветеранов прошел праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 1 сентября сядут за парты. В Самаре продолжается форум Общественной палаты России «Сообщество». Обсуждают развитие региона и страны по самым разным направлениям – от поддержки военнослужащих до культурной политики и креативных индустрий. На форуме присутствуют представители 71 субъекта страны. Это участники некоммерческих организаций, эксперты, руководители органов власти, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, меценаты и все, кто неравнодушен к процессам, происходящим в стране. В ходе форума особое внимание уделено работе некоммерческих структур, реализации социально значимых инициатив, а также мерам их поддержки. Во Дворце спорта имени Высоцкого организована выставка с презентациями лучших проектов и практик самарских некоммерческих организаций. В регионе выстроена их эффективная поддержка. Такую оценку во время форума дала секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева. Дмитрий Азаров в свою очередь подчеркнул, что в Самарской области всесторонне поддерживаются гражданские инициативы, которые важны и полезны для общества, региона и его жителей. На форуме участники смогли посетить дискуссионные площадки, послушать экспертов и задать вопросы представителям власти на наиболее волнующие темы. В центре внимания были территориальное и экономическое развитие, культурная и междунациональная политика, сферы ЖКХ и образования, а также работа некоммерческих организаций. На форуме побывал Андрей Горгуленко. От территориального и экономического развития до социальной помощи и сплочения вокруг участников СВО и их семей. Во второй заключительный день форума сообщества для участников работало множество площадок, и каждый мог найти тему, которая больше всего волнует. Руководители некоммерческих организаций собрались, чтобы узнать, как повысить свою медийность и рассказывать людям о своей деятельности. Ведь даже самые успешные проекты могут закрыться, если широкая общественность не увидит результат их работы. Вы видите, какой сейчас быстрый мир и как много социальных сетей. Поэтому, чтобы сейчас организация эффективно работала, нужно рассказывать об этом в медиа-соцсетях. Только в этом случае про нее будут знать, к ней будут идти, и она будет решать социальные проблемы. О взаимодействии со СМИ лекцию слушала и Татьяна Борисова, руководитель некоммерческой организации, помогающей пациентам со стомой. Информирование – важная часть ее работы, ведь многие не имеют представления о жизни с такими проблемами со здоровьем. Также Татьяна успела посетить и круглый стол на тему трудоустройства инвалидов, чтобы помочь подопечным найти работу. Мы вот как НКО, да, руководители постоянно в одной и той же теме, где-то глаз замыливается, где-то вроде делаешь одно и то же. И такие мероприятия расширяют кругозор и подсказывают, что мы делаем не так, чтобы даже региональные СМИ либо федеральные о нас написали, о наших мероприятиях. О том, как помогать людям, говорили и на площадке тематического направления «Год педагога и наставника». Эксперты обсуждали работу научно-образовательных центров и их роль при внедрении различных научных достижений. Форум становится отличной площадкой, чтобы обменяться опытом и рассказать общественности о новых возможностях. Это позволяет нам, так скажем, осветить наши проекты именно обществу, потому что наши проекты, они именно для общества, и мы не можем существовать отдельно, как отдельная составляющая. Поэтому такие форумы нужны, важны, и мы с удовольствием принимаем в них участие. Форумы сообщества, проводимые в разных регионах России, стали площадкой для диалога между жителями и представителями властей – федеральной, региональной, местной. Стало традицией проводить такие форумы с участием НКО, гражданских активистов, а также глав регионов, представителей министерств и ведомств. Это наша задача. Мы коммуницируем, мы работаем, мы формируем эти площадки. И вопросы, которые выносятся на эти площадки, на тему форума, мы стараемся находить их решение. Находить и предлагать. Предлагать власти, предлагать своим коллегам, чтобы оно действительно работало. Не просто бумажный формат, а формат реализации, формат действия. Во время форума в Самаре участники смогли не только рассказать о своих проектах и идеях, но и поставить перед властью вопросы, требующие решения, а также привлечь внимание чиновников к проблемам в сфере образования, ЖКХ и здравоохранения. Андрей Грагуленко, Николай Пифанов. События. Сколько новых автобусов и трамваев появится в Самаре в этом году? На какие маршруты они выйдут? Какие школы отремонтировали в этом сезоне? Какие дворы и общественные пространства преобразились? Об этом рассказала глава Самары Елена Лапушкина. В прямом эфире в Центре управления регионом. Подробности в нашем материале. Проблема износа общественного транспорта, который сейчас остро стоит в Самаре, актуальна для всех регионов России. Об этом говорили на заседании президиума Госсовета. Его провел президент Владимир Путин. В работе Госсовета принимали участие руководители ряда регионов и муниципалитетов, в том числе глава Самары, председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области Елена Лапушкина. В этом году, благодаря поддержке правительства Российской Федерации, специальному казначейскому кредиту Самарская область приобретет 309 новых автобусов, еще 108 автобусов, а также 12 трамваев, благодаря федеральному гранту на эффективное региональное управление. Только в Самаре за последний год для города закуплено 63 единицы транспорта. Это 50 автобусов, 12 трамваев и один электробус. Новые автобусы в ближайшее время уже выйдут на маршруты. Сам тот факт, что госсовет по теме развития общественного транспорта в Российской Федерации проходил под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина, говорит о том, что проблема общественного транспорта не исключительно самарская проблема. Есть и в других городах, в других регионах похожие вопросы. И основная проблематика общественного транспорта, первая, это износ подвижного состава, старение подвижного состава, второе, это износ инфраструктуры и третье, это кадровый вопрос. Глава Самары рассказала, что во время пандемии многие водители уволились, но сейчас кадровый вопрос решается. Тем, кто хочет получить профессию водителя трамвая или троллейбуса, предоставляется общежитие, стипендия в размере МРОД и единовременная выплата в сумме 100 тысяч рублей при трудоустройстве. Затронули и вопрос подготовки школ к новому учебному году. В Самаре в этом году отремонтировали более 50 учебных заведений. Работают сейчас такие межведомственные комиссии. В этой комиссию входят, безусловно, представители департамента образования, министерства образования, представители всех надзорных органов. Работает и родительская общественность. Смотрят подготовку школ к новому учебному году. Если даже есть какие-то замечания, замечания практически тут же устраняются. Очень много было сделано. Глава Самары рассказала, как в городе ремонтируют дворы и общественные пространства. Некоторые территории, такие как Парк Молодежный и Воронежские озера, благодаря активности жителей второй год подряд выигрывают в голосовании. Их преображение продолжается. Что касается участия дворов в программе формирования комфортной городской среды, изменить двор к лучшему легко, достаточно собрать активную группу жителей. Главным политическим событием сентября в Самарской области станут выборы. Жители региона будут выбирать губернатора. Выборы продлятся три дня – 8, 9 и 10 сентября. От активности жителей региона зависит, как он будет развиваться в ближайшие пять лет. 10 сентября в Самаре пройдет День города. Празднования развернутся во всех дворах. На площади Куйбышева выступит группа «Чаев». Также гостей праздника ждет салют. Виктория Шарая, События. Федеральные эксперты, прибывшие в Самару на форум Общественной палаты России, сообщества приняли участие в расширенном заседании штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году. Какие вопросы обсудили и как эксперты оценили готовность региона к сентябрьским выборам, расскажет Галина Топилина. Самарская область продолжает готовиться к выборам. 8, 9 и 10 сентября жителям региона предстоит избрать губернатора, а в отдельных муниципальных образованиях – депутатов в представительные органы власти. На расширенном заседании Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в 2023 году члены штаба подвели промежуточные итоги своей работы. В заседании штаба приняли участие представители политических партий «Единая Россия», «ЛДПР», «Новые люди», «КПРФ», «Демократической партии России». Приглашенными гостями стали федеральные эксперты, специализирующиеся на ведении общественного мониторинга за выборами. Это Александр Брод, председатель Ассоциации НОМ, Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Алена Булгакова, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан. Эксперты обратили внимание на то, что выборы в Самарской области всегда проходят динамично и конкурентно, и общая тенденция роста гражданской активности россиян ощутима в нашем регионе. Это касается избирательного процесса в том числе. Более профессионализируется наше сообщество, наблюдатели станут более компетентными, и сегодня мы уже говорим с гордостью о том, что через нашу программу, программу обучения Ассоциации Независимого общественного мониторинга совместно с Общественной палатой Российской Федерации проходит более 100 тысяч человек. А, соответственно, в преддверии федеральной кампании это количество кратно увеличивается. Мой опыт мониторинга позапрошлым году на выборы в Госдуму и области показал, что штаб, общественный штаб, который руководил Галина Юрьевна Николаева, это хорошая профессиональная, но общественная работа. Я думаю, что в этом году будет не хуже, а лучше. Общественный мониторинг за выборами в регионах будет вестись и на федеральном уровне. Информация о ходе голосования через региональный штаб будет поступать в Ассоциацию «Независимый общественный мониторинг». Фото-видеоматериалы с избирательных участков будут доступны на карте сообщений на портале Ассоциации. Фото-видеоматериалы о ходе голосования, о подготовленности избирательных участков, об уровне квалификации членов участковых избирательных комиссий, наличие необходимых информационных материалов, о явке и так далее. В случае возникновения каких-то вопросов мы будем консультировать наших коллег, и все материалы, поступающие из региона, комментарии экспертов, будут размещаться на нашем портале и предоставляться широкому кругу общественности и экспертов. На сегодняшний день обучение прошли порядка двух тысяч независимых наблюдателей. Это активные неравнодушные граждане, достигшие 18 лет. После обучения наблюдателям выдается направление на избирательный участок. Высокий интерес граждан к независимому общественному наблюдению позитивно сказывается на всей избирательной кампании. В этом проявляется определенная консолидация общества в силу понятных причин. И мы не видим таких всплесков, каких-то грязных технологий. Я вспомню прошлые годы, когда еще не было общественного независимого наблюдения. Общественной палаты даже не было. Мы все хорошо помним, с чем мы сталкивались на выборах, когда было видно, что кто-то кого-то просто обливает грязью. В данной ситуации мы этого не наблюдаем. На заседании штаба подвели первые итоги работы «Горячей линии». Она начала функционировать 9 августа. В ежедневном режиме с 10 до 17 часов специалисты обрабатывают обращения граждан о ходе избирательной кампании. В адрес «Горячей линии» поступают и вопросы социально-бытового характера. С каждым выборами запросы от избирателей становятся меньше и меньше. На мой взгляд, это работа власти, хороший показатель. Поскольку раньше, если в 2009 году порядка 600 запросов было от избирателей, и половина из них касались социально-бытовых вопросов, то на сегодня тоже половина из 52 на сегодняшний день запросов от избирателей. 23 касаются избирательного права и 23 касаются социально-бытовых вопросов. В этом году в состав общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели – президент нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. В Самарской области самозанятым помогут разработать упаковку для продукции. Новую меру поддержки запустил региональный центр «Мой бизнес». Плательщикам налога на профессиональный доход помогут бесплатно подобрать тип упаковки для продукта и создать дизайн-макет для печати. Также самозанятых научат самостоятельно изготавливать и формировать заказ для типографии. Воспользоваться новой мерой смогут налогоплательщики, которые официально зарегистрированы на территории региона. Чтобы получить помощь в разработке упаковки, есть еще одно важное требование. Оно заключается в том, что самозанятый не получал в 2023 году другие услуги от регионального центра «Мой бизнес». Заявки принимают до 17 сентября. Количество мест ограничено. В Самаре 45 школ отремонтировали к новому учебному году. В образовательных учреждениях обновили помещения, появилось новое оборудование. Масштабные изменения затронули школу номер 132 имени Губанова. Работали там в обоих корпусах. Что изменилось, расскажем в сюжете. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Школы Самары готовятся к новому учебному году. Завершены ремонтные работы. Учебные классы и педагогический состав готовы ко встрече с детьми. В преддверии 1 сентября заглянем в одну из самарских школ. Новая крыша корпуса начальной школы – капитальный ремонт спортивного и актового залов в основном здании. Своих учеников 132-я школа Самары 1 сентября встретят в обновленном виде. Преобразились и мастерские для мальчиков, кабинет технологии для девочек, кабинет географии и две рекреации. Ремонт провели в музее. В спортивном зале школы теперь есть и новое оборудование, и инвентарь. Одну из стен украшает изображение баскетболиста с мячом. Стали яркими и цвета рекреации. В воплощении идеи и выборе цветовых решений принимали участие родители школьников. Мы выбирали вместе цвета, баскетболист нарисовала я, я художник профессиональный. Но я все равно не ожидала конечный результат, что будет настолько эффектно, спортивно, современно. Мне кажется, дети будут такие счастливые. И вообще преображение, вот эти коридоры другого цвета, все какое-то такое звонкое, яркое. Приятно приходить в такую школу. В этом году в учреждении появится Центр детских инициатив, где будет работать актив школы. Он разместится в музее. Мы решили его расположить там же в музее. Позволяет помещение очень красивое, яркое, интересное. И, конечно, в этом центре будут с нашим новым советником по воспитанию, активные ребята. И не только заниматься своей работой, творить, какие-то идеи выдавать. Ну а мы будем стараться их воплощать в жизнь. Центр детских инициатив появится во всех школах Самары. Также в 20 школах Самары отремонтировали кабинеты цифровой образовательной среды и технологии. В 5 спортивные залы. В 11 кровлю. В 4 фасад. В 5 благоустроили территорию и установили спортивные площадки. Помимо этого, в 21 учреждении был сделан монтаж автоматических систем пожарной сигнализации и охранных сигнализаций. В августе все 378 муниципальных образовательных учреждений Самары прошли комиссионную проверку готовности к новому учебному году. Галина Топилина, Петр Паломеев, События. В преддверии учебного года по всей стране в школах прошли учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. В Самаре специальная комиссия, в которую входят сотрудники Департамента образования и различных спецслужб, проверила, как в таких ситуациях действуют педагоги 57-й школы. Там учатся более 3000 ребят. На что обращали внимание в первую очередь и почему такие учения важны, расскажем в нашем сюжете. Прозвучал специальный сигнал и учитель английского языка сообщает ученикам, как нужно действовать. С помощью условных школьников баррикадируют дверь на случай, если в школу ворвался вооруженный преступник. Следующий сигнал – и вот учитель через ближайший выход выводит школьников на улицу. Так в 57-й школе отработали действия при возникновении ЧАЭС. Ведь в такой ситуации ученикам важно видеть подготовленного и спокойного педагога, на которого можно положиться. Навык грамотного поведения любого человека в ситуации всегда отрабатывается. Поэтому школа несколько раз в году с сотрудниками и с обучающимися проводит данные учения, эвакуации, для того, чтобы, если возникнет реальная ситуация, никто не растерялся. Такие учения по отработке действий при ЧАЭС прошли по всей России. В Самаре в образовательных учреждениях педагоги сначала посмотрели специальные фильмы и прослушали лекции, а затем полученные знания отрабатывали на практике. Каждое учреждение доложило, что теоретические занятия завершены, им были направлены конкретная ситуация, отработка которой должна быть произведена в практической части. В данной школе в 57-й количество обучающихся более трех тысяч, поэтому мы посчитали важным посмотреть, как действует персонал в этом учреждении. В учениях принимали участие не только сотрудники школ, но и спецслужбы, которые должны были продемонстрировать оперативное реагирование на поступившие сообщения из учреждений. Такие проверки проведут и во время учебного года, уже с учениками, чтобы и они знали, как действовать в случае тревоги. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Впервые за пять лет с момента открытия Центра поиска пропавших людей Самарской области движение «Лиза-Алерт» провело день открытых дверей. Самарцам рассказывали о том, каким оборудованием пользуются добровольцы во время операции, каков шанс найти человека, если обратиться в первые сутки после пропажи и многое другое. Также жителей города пригласили присоединиться к организации и стать волонтерами. Почему важно поддерживать такие проекты, выясняла наша съемочная группа. Роман Рудометкин – волонтер со стажем. Первый раз о движении «Лиза-Алерт» услышал семь лет назад. Мужчину потрясла история маленькой Лизы Фомкиной, в честь которой и назвали поисково-спасательный отряд. Девочка пропала в Московской области. Тогда на поиски ребенка вышли более 500 добровольцев. На сегодняшний день движение насчитывает уже тысячи последователей. В отряде Самарской области мужчин работает оператором квадрокоптеров и обучает управлению беспилотниками других добровольцев. Один квадрокоптер за рабочий день может закрыть от четырех до шести стандартных наших задач. На каждую задачу, если бы это выходила пешая группа, потребовалось бы от шести до восьми часов. В Самарской области отряд «Лиза-Алерт» появился в 2019 году. За время работы волонтеры получили более 5700 заявок. Домой были возвращены 4470 человек, из которых 1062 – дети. Сейчас движение объединяет около 200 добровольцев, которые регулярно участвуют в поисках. Благодаря помощи правительства и главы региона Дмитрия Азарова были выработаны новые меры поддержки добровольчества. Открыли ресурсный центр поиска пропавших людей Самарской области. И с помощью этого штабы основали в Тольятти, Новокуйбышевске, Сызране и Сергиевске. Мы взаимодействуем с МВД, СМЧС, с муниципалитетами, с главами администрации районов. Совсем недавно у нас было заключено первое соглашение с одним из МФЦ Самарского области. В совместном распространении информации о поисках бездетей пропавших. И на данный момент времени на экранах МФЦ Органского района уже транслируется такая информация. Об этом и многом другом специалисты «Лиза-Алерт» рассказывали самарцам в день открытых дверей. Он прошел впервые за пять лет с момента создания Центра поиска пропавших людей. На встрече можно было подробнее узнать, например, об оборудовании, которым пользуются члены отряда во время операций. Также волонтеры рассказывали о том, каков портрет человека, которого чаще всего ищут. Это женщина, 49 лет, ушедшая с работы. Но, как пояснил куратор отряда, такой портрет не означает, что люди в этой категории находятся в группе риска. Наоборот, в числе пропавших зачастую люди либо старшего поколения, либо намного младше – школьники начальных классов. Если человек потерялся, то действовать нужно незамедлительно. Если срок обращения первые часы, то до 86% пропавших мы находим живыми достаточно быстро. Если это происходит на третьи сутки, то здесь значение уже, можно говорить, что менее 50%. Также на встрече члены поисково-спасательного отряда рассказывали о направлениях деятельности. Сейчас их 24. Каждый человек словно винтик в системе, без которого она не будет работать должным образом. Есть координаторы и информационные координаторы, кинологи, связисты, картографы, регистраторы и другие. Интересная информация, мне понравилась. Надо одевать яркую одежду, идешь в лес, как бы запасаться чем-то, чтобы вода была там. Или хотя бы какой-то компас брать, чтобы не затеряться. И чтобы батарейка была не разряжена. Отряд «Лиза Алерт» приглашает самарцев и жителей региона присоединиться к движению. Благодаря уникальному проекту «Будь с нами» новичкам преподают все азы поисковой работы. Чтобы стать добровольцем, необходимо зарегистрироваться на портале добро.ру и на странице проекта «Лиза Алерт» подать заявку на вакансию поисковик. Необходимый адрес вы видите на экране. Проект «Будь с нами-2023». Этот проект два года назад выиграл конкурс лучших региональных практик в поддержке добровольчества «Регион добрых дел». Был создан проект, чтобы расширить наши возможности. И благодаря реализации проекта в прошлом году мы уже открыли пять штабов в пяти городах Самарской области. У нас там есть теперь добровольцы, которые могут реагировать оперативно на поиск безвести пропавшей. Движение «Лиза Алерт» продолжает работать и активно развиваться. Сейчас поисково-спасательные отряды также помогают защитникам в зоне специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы и в отделениях организаций изготавливают, например, сухой душ. Все необходимое отправляют на передовую. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Строительство новой станции «Метро Театральная» находится на постоянном контроле региональных и местных властей. Работы проходят по графику. На сегодняшний день специалисты полностью закончили освобождать зоны метростроя от инженерных коммуникаций под проходку и станционный комплекс. В полном объеме готовы два стартовых котлована, смонтированный и подготовлен для начала бурения тоннелепроходческий комплекс. Начать разработку подрядчик планирует в ноябре текущего года. А пока проходит подготовка. В ближайшее время предстоит скорректировать схему движения через перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской и продолжить необходимые строительные работы в центре города. Напомню, что строительство стало возможным благодаря федеральной поддержке, которую область получила при содействии губернатора Дмитрия Азарова. В сентябре 2021 года глава региона на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России представил инфраструктурный проект строительства 11-й станции метро. Театральная станет последней на первой ветке Самарского метрополитена и завершит его первую линию. Участок пути пройдет под улицей Самарской от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской от улицы Вилоновской до Красноармейской. После завершения строительства подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станция Театральная интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут, а время в пути от Безымянки до исторического центра Самары до 25 минут. На метро это плюс обязательно, а как без этого? Это транспортная доступность, это логистика, это скорость передвижения, перемещения. Для современного города как без метро? Если метро в полном объеме будет, так как оно запланировано, реализовано, это большой плюс и большой результат для города. В Самарском дворце ветеранов перед началом учебного года провели праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школьникам младших классов предложили игры на свежем воздухе, организовали фотозону и концерт. На праздники побывала Светлана Тимофеева. Захар Корчагин с радостью принял приглашение на праздник, посвященный Дню Знаний. В этом году мальчик впервые сядет за парту. 1 сентября ждет с нетерпением. Захар, да, очень хочет идти в школу и говорит, когда же уже 1 сентября наступит, когда мы пойдем в школу. Я уже пойду с одноклассниками, с учительницей знакомиться. Папа Захар сейчас находится в зоне СВО. Сам первоклассник, несмотря на юный возраст, с будущей профессии определился давно. Когда вырастет, хочет стать танкистом. Это у него страсть, то есть танки, это у него все. Так что, когда бы ни спросила, он, я буду танкистом. Перед началом учебного года в Самарском дворце ветеранов вместе с городской организацией инвалидов организовали праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. В гости пригласили 50 учеников младших классов. В программе праздника – игры мастер-класса. Также на площадке была организована фотозона. Гостей развлекали аниматоры. И люблю играть вот типа нардов. И люблю также же гонять футбол. Мне понравилось тут все. И я хотела сказать спасибо за этот праздник всем, кто тут был. Особенно фотографам, аниматорам и особенно вам. Спасибо. Каникулы прошли, лето прошло. Где-то уже и отвыкли от школы, от того, что нужно снова сесть за парту. Наша задача – создать правильное настроение для детей. Дать установку, что знание – это сила, что нужно учиться. Но можно это делать весело, можно это делать с настроением, можно это делать радостно. После развлечений на свежем воздухе, детей и их родители пригласили в концертный зал. Перед гостями выступили детские художественные коллективы. Будет чудо ждать, чтобы слюбить опять. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация Советского района сообщает, что до подачи заявки на конкурс «Народное признание» остались считанные часы. Заявки принимаются в шести номинациях. В памяти славы, мы вместе, признание и уважение, наследники победы, герои нашего времени, единство и успех. Подробнее с условиями выдвижения кандидата для участия в областной акции «Народное признание» можно ознакомиться на сайте правительства Самарской области. Самых достойных определят итоги голосования жителей региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова